Йоу-йоу-йоу! Здоровочки мои дорогие! Меня зовут Павел, а канал называется Тупой Комяк. Сегодня мы будем говорить про личные данные. Ваши личные данные, мои личные данные. Очень часто бывает так, что приходишь в магазин, возвращаешь какой-то товар, который тебе не подошел по цвету, по фасону, по размеру. Тебе говорят, да, без проблем вернем, но давайте ваши личные данные и пишите заявление. В принципе, написать заявление это не трудно, но просят личные данные. И вот в этом видео мы разберем, законно ли это требование, как в этом случае быть, что делать и к чему это все приведет. Поехали! За пример возьмем мою личную историю. У меня супруга купила в магазине Zara. Zara это такой огромный магазин мирового бренда. Тут в России у нас, в Москве тоже полно магазинов. И вот в одном из них купила у меня супруга кучу разных шмоток. Одна из них куртка. Не подошла по размеру, по фасону, по цвету. В общем, решили, естественно, в рамках этой 25-й статьи Федерального закона о защите прав потребителя, решили вернуть надлежащего качества куртку, потому что она не подходит по размеру. В рамках этой статьи в течение 14 дней вы имеете полное право вернуть в магазин эту куртку и поменять ее на другую, на аналогичную вещь нормального размера или цвета или фасона. Если в магазине такого нет, вы можете подождать, договориться, как и магазин вам сообщит, когда она приедет, чтобы вам уже передать нормального размера. А если же вы не хотите ждать, то вы имеете полное право расторгнуть договор купли-продажи и вернуть денежные средства. Нужного нам размера не было в магазине, поэтому мы пришли и попросили расторгнуть договор купли-продажи. Магазин Зара, естественно, пошел навстречу, говорит, да, хорошо, ваши требования законы, мы заберем куртку и вернем вам средний денежный средств. Но давайте сначала личные данные. Без личных данных это все делать отказывались. В общем, не хотят нам денежку, сейчас будут мотивацию какую-то. Мне все равно, в принципе, какую мотивацию пришлют, все равно не собираюсь показывать личные данные. Сегодня у нас какое число? Все такое, что покупался товар без паспортных данных, естественно, и возврат уже будет без паспортных данных в сохранении договорных условий. Проходите дальше. Если они составили свой договор, он меня как-то ущемляет, правило как-то отрегулировать, но они мне не дали возможности, тоже нарушили. Ну, там много на самом деле вопросов, но сам факт, что нет права собирать информацию, поэтому в наше время, когда информация решает все, очень опасно просто отдавать, тем более всяким бородинам. А как, Дарья зовут, да, девушку, менеджер? Дарья, Диана? Диана. Диана. Позовите, пожалуйста, ее. Сейчас, понючку она решает вопрос, сейчас надо. Просто некогда уже ждать. Я же не могу ее весь день ждать. Нет, мне не нужна памятка. Если просто не хотите, и все, я уйду, и все. Нет, причем мы не хотим. Мы хотим доказать банку, что... Нет, смотрите, смотрите еще раз. Мне памятка вообще не интересна. Нет, 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 я говорю не об этом. Я говорю о том, что у меня сейчас пришлют памятку, где будет ссылка на кодекс российского государства. Не на кодекс. Вы имеете в виду на налоговый кодекс, на постановление Банка правительства. Мне абсолютно все равно, какие у вас взаимоотношения с Банком России. Вот все равно. Там не Банк России, там защита прав потребителей. Нет, вот она, защита прав потребителей. Вот меня сейчас пришлют, я вам... Нет, там нет такого. Хотите подождите? Там такого нет. Сейчас меня пришлют, хорошо? Ну хорошо, давайте. Смотрите, с прямой подождите. Если коротко не хотите смотреть все эти разборки, все, то просто вам скажу. Не имеют они права требовать ваши личные данные. Федеральный закон 152. Вы имеете полное право сами решать, хотите вы кому-то передавать ваши личные данные или нет. Вот если коротко, то вот так все просто. Но по факту все так просто не получается. Есть небольшая хитрость. Мои коллеги так делают, многие люди так делают, когда говорят, выдавайте ваши паспортные данные. Они, естественно, не хотят свои давать. И они пишут, допустим, ВВ Путин или там Александр Македонский. А вместо там серии номера паспорта пишут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и так далее. Это устраивает магазин. Они понимают, что люди не хотят давать какие-то свои личные данные. И это устраивает, естественно, тебя, потому что ты не дал никакие свои личные данные. В итоге ты якобы обхитрил. Можно так. Вы заключали договор без личных данных. Поэтому и требовать потом при расторжении вот эти вот личные данные, паспортные данные, незаконно и нелогично. Если более конкретно, то это 310-я статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Открываем, смотрим и читаем. Не имеет права организация в одностороннем порядке расторгать договор или менять условия. Естественно, условия, которые были между вами, они были закреплены вот тогда, когда вы покупали. Никаких паспортных данных. Следовательно, придумывать новые какие-то условия незаконно. А иначе организация могла бы придумать, что покупатель при возврате товара должен 10 раз отжаться, показать письку. Вот моя... Поковыряться в носу. Или побороться с охранником. Давай с вами. Давай, давай. Все, все, все. Далее касательно договора, который был заключен. Как правило, в таких магазинах, Зара или продуктовый магазин, или в Ашане, или еще где-то, или в Азбуке Вкуса, везде действует публичная оферта. Это 426-я статья Гражданского кодекса. Публичная оферта, это значит, что все товары, которые вот демонстрируются, вы вправе купить. Как действует эта публичная оферта? Вы заходите в магазин, видите, висит прям курточка, и вот какие-то условия есть у этой курточки. Такие-то, такие-то составы, такая-то, такая-то цена. Это все существенные условия договора. Вы согласны с этими условиями договора, забираете ее и исполняете со своей стороны все ваши обязанности. Если какой-то информации нет, то все это сводится к закону. Нет ни одного закона, который бы обязал вас при покупке или при расторжении договора давать, передавать, указывать в заявлении или еще где-то ваши личные данные, паспортные данные или полное имя, адрес проживания и так далее. Таких законов нет. Поэтому еще раз подтверждается то, что такие требования от магазина незаконны. Кроме того, если мы разберем именно нашу ситуацию, то мы покупали одежду по банковской карточке. Следовательно, давать какие-то данные паспортные вообще неуместно. Мы просто прикладываем карточку терминалу и все денежные средства уходят обратно. И у них там уже есть какие-то данные, с какой карты был оплачен и кто обратно получил. Все. Нету такого момента, где бы можно было присобачить вот эти вот пресловутые паспортные данные. Ну и если мы также посмотрим статью 25 закона о защите прав потребителя. И вот там все конкретные условия прописаны, что покупатель обязан, что магазин обязан в случае, если товар надлежащего качества. Вот у нас был надлежащее качество, мы вернули, там указаны сроки, там указаны мотивы и так далее. Нет там такого требования, чтобы передавать личные данные. Если коротко, на этом все. Ну а если вам интересно дальше, как происходили судебные разбирательства и к чему это все привело, то смотрим дальше. Сразу маленький спойлер. Суд я выиграл. Деньги вернул и даже сверху. Но вот давайте разберем. Вот вы такой ушлый. Знаете все нормы законы или посмотрели этот ролик и знаете точно, что они не имеют права требовать персональные данные. Пришли возвращать какую-нибудь курточку, они вам говорят, давайте личные данные, а вы нет. И значит выдали им такую-то тираду. Пошли вы нахрен. И вот если управляющий, который работает с вами нормальный, адекватный, вразумительный, слышит вас и понимает, что нет законных норм, естественно пойдут на встречу. Но есть также и тупые, вредные, необразованные управляющие, да, и руководители, и занимают такие должности, не соответствующие там, скажем, их умениям и навыкам. Тогда что делать? Естественно будет скандал, будет неразбериха. Естественно вам скажут, а что вы от меня хотите, идите к моему руководителю. Вот знаете, вот эта вот очень частая фраза, а что ты пристал к обычным работягам, иди ищи главного учредителя и ему предъявляй. Вот в комментариях очень часто так пишут, и люди тоже мне так говорят. Так вот, вот подумайте, есть организация, есть работник, работник исполняет свои обязанности в рамках законов нашей страны. И тут работодатель говорит, а мне так не положено, делай вот так, а иначе я тебя оштрафую. И потом он начинает игнобить, забирать какие-то денежные средства, начинает придумывать какие-то правила, нарушающие права работника, приносящие прямые убытки его доходам какие-то такие. И в этом получается, я должен разбираться? Нет, это прямые взаимоотношения работодателя с их работником. Вот почему работник не предъявляет работодателю? Почему работник в этом споре, так скажем, встал на сторону работодателя и гнобит простого потребителя? И я должен это все учитывать, вижу, что меня посылают нахрен, и я должен сказать, да-да, все нормально, ты все правильно поступил. Нет, я вижу, что он меня не любит, вижу, что он меня не ценит, он выбрал другую сторону, почему я должен идти к нему навстречу? Нет, естественно, я буду делать так, как мне угодно и так, как прописано в законе. Поэтому, если уж ты продавец, встал на сторону своего тупого начальника, то отвечать будете вместе. Вот и все. Ты не умеешь? Уволяйся. Тебя один хер уволят. Понимаешь ты? Уже все, если я взялась, тебя уволят. Не буду я вам давать личные данные, вот я мотивировал, почему. А они говорят, не будем мы делать возврат. И даже, может быть, как-то мотивировали, ну, естественно, типа там, не хочу и все. У нас такие правила. Что вы будете делать? Это по-любому дойдет до суда. И в суде, дорогие мои, вам придется продемонстрировать свои личные данные. Конечно, не полностью, не без паспортных данных, но паспорт вы покажете судье, между прочим. Поэтому ваши личные данные все равно, как-никак, но в каком-то виде дойдут до этого наглого магазина. Все, вы, по идее, уже проиграли. Вот и получается, что в наш век информационных технологий, информации, они все равно победили, они все равно получили ваши заветные личные данные. Поэтому, прежде чем в это все залезать, обязательно подумайте, а нужно ли оно вам. Вообще, я прекрасно знал, что может быть такая ситуация в Заре, поэтому я подготовился, я взял камеру с собой. Самый важный момент. Я знал, что если дойдет до суда, есть большая вероятность в наших продажных глупых судах проиграть. Даже несмотря на то, что все законы за тебя. Есть такая возможность, поэтому я подстраховался, чтобы не потерять вот эти 5000 рублей за куртку и время. Я подстраховался. Я сделал маленькую хитрость, и вам ее тоже советую сделать. Я просто-напросто передал вот эту вот куртку сразу же в момент написания претензии. Я ее передал им, они мне поставили штампик, что принято. Я даже в претензии указал, что я передал работникам куртку. Все. В этом самом моменте я их поймал на крючок. То есть, даже если мои исковые требования к ним будут незаконны, по мнению судьи, они все равно обязаны мне вернуть 5000 рублей. Вот так это все и произошло. Они мне вернули только потому, что я сделал вот эту маленькую хитрость. Чтобы как-то написать правильно исковые свои требования, чтобы подготовиться ко всем возражениям, я, естественно, полазил в интернете и нашел, что говорит про это Роспотребнадзор. Роспотребнадзор — кладезь тупости. Одна организация, а мнения разные. Вот, допустим, в 63-й регион мы заходим на сайте и смотрим, что да, поскольку банк России вносит такие требования для организаций коммерческих, значит, мы должны предоставить паспортные данные. Так говорит Роспотребнадзор. Именно тот, кто защищает права потребителя. Мы зашли на Роспотребнадзор и нашли пресс-релиз из другого региона. И смотрим — совершенно иная ситуация. Не только не из закона требовать паспортные личные данные, а можно даже еще и без чека возвращать. Так говорит закон о защите прав потребителя. Я лично выбрал ту, которая мне выгодна. И пошел в суд. Я подал исковое требование. Можете посмотреть, вот сейчас показываю скрины именно судебного решения. Это мотивированный ответ судьи, которая решила, что да, мне деньги нужно вернуть. 5 тысяч сверху нужно, естественно, заплатить за юридические расходы. Ну а в остальной части, в принципе, отказать. Как я и рассчитывал, как я и подстраховался. Если детально разбирать решение судьи, то оно полностью основывается на возражении магазина Зара. Мало того, что судьи коррумпированные, тупые, так они еще даже мотивированный ответ решения суда делают не из своей головы, не из практики судебной, не из сути законов, а как написал им барыга. Сильный миросего, богатый, понимаете? Давайте рассмотрим детально. Вот два основных закона, на которые ссылается судья. Это федеральный закон номер 402, это как раз об бухгалтерском учете закон. И указание Банка России номер 3210У. Сначала разберемся о бухгалтерском учете. Мы открываем этот закон, проходим во вторую статью. Во второй статье как раз написано у нас суть этого закона. В отношении кого этот закон работает. Мы смотрим список и не находим там физическое лицо. Мы не находим там потребитель. Этот бухгалтерский учет создан только для того, чтобы регулировать внутренние, хозяйственные, экономические вопросы в самой организации. Поэтому судья вообще непонятно зачем, почему сюда засунула этот закон. Он не к нам, он не к физическим лицам, он не взаимоотношения продавца с покупателем. Следовательно, ссылаться на эту норму, ну это просто глупость. Далее, естественно, судья ссылается на указание Банка России. Это главный банк в нашей стране, он как бы коммерческая организация, но в то же время вся наша страна подчиняется их правилам и законам. И вот там как раз указано, что я должен передавать свои личные данные. Я, конечно же, тупой, но не настолько. Вот я вам тоже открываю и показываю. Вот смотрите, как написано это в самом указании Банка России. Вот посмотрите на два этих момента. Видите разницу? Судья мне говорит, что здесь просто указано, что я должен, а вот в нормальном документе указано, что это для внутреннего отслеживания денежных средств среди работников, для выплаты зарплаты, для выплаты стипендий, премий и так далее. Только чтобы фиксировать движение денег внутри организации. А не при разборках с потребителем. И судья на самом деле об этом тоже понимала и знала. Почему? Потому что она в своем вот решении, которое она распечатала на листке бумаги, она не указала конкретный пункт. Это говорит о чем? О том, что она внагл, покрывая буржуев, изменила вообще всю ситуацию так, как нужно ей. И сделала меня, естественно, крайним. Куртка одна единица возвращена, я так понимаю? Да, ваше честь, это когда работник принимал куртку, когда мы отдавали, он ее принял. Куртка в банкерском стиле, да? Да, он ее принял и делал отметочку нам, что принял. Если мы покопаемся в интернете и посмотрим, как же она попала на такую позицию, не обладая должной квалификацией, не обладая должными знаниями, еще мало того, что не обладая, так она еще и всячески покрывает буржуев. Оказывается, это квалификационная коллегия. Вот посмотрим даже письмо, и вот другие судьи из квалификационной коллегии судьи говорят, что да, это действительно хорошая судья, на нее не было обоснованных жалоб, она такая вся рассудительная, порядочная, честная, стойкая. И вот он, единственный раз мы с ней столкнулись, и сразу вот такой вот результат. Но давайте дадим ей шанс, давайте посмотрим, может быть при детальной разборке вот этого вот указания Банка России откроется что-то сверхъестественное, и действительно правда ее станет на ее сторону, или хотя бы не то, что на ее, но будет спорное. Давайте разберем. И вот у нас есть указание Банка России, которое говорит, что это только для внутренних расчетов. Дальше по очереди три бланка для заполнения формы вот этой вот бухгалтерской отчетности. Давайте откроем каждый из них, открываем и смотрим. Название организации, руководитель, бухгалтер и, естественно, тот, кто получил денежные средства. Посмотрите на эту форму, посмотрите, какая она сама из себя. Разве вы когда-нибудь в магазине заполняете такую форму? А разве в том заявлении, которое просят от вас, дайте нам заявление со своими личными данными, эта форма соблюдена? Нет. Они вам говорят, вот просто напишите, я-то такой-то, мои такие личные данные и все. Следовательно, если они не просят эту форму, а просят совершенно другой документ, то они не соблюдают указания Банка России. Следовательно, они какой-то левый документ придумали, но нет. Но даже если вот этот возьмем, лично меня бы попросили, я бы сказал, это что-то вообще такое, причем тут бухгалтерия, причем здесь объяснение, причем здесь эти нормы, это вообще не то, я не буду, я не знаю, что это такое, я не буду никогда это подписывать. Это еще цветочки, мы идем дальше, мы переходим ко второй форме. И смотрите, здесь прям еще хуже. Здесь не только вот вся эта общая форма, что надо заполнять, то, ты что так, здесь твои нормочасы, здесь твоя должность, какую ты должность занимаешься, какой ты разряд занимаешь, какие у тебя тарифы, какие у тебя ставки, какие доходы. И это все только к работникам. Там никак невозможно, чтобы они с меня брали вот эту информацию. Это ни с чем не сочетается. Ну и третью форму тоже разберем, там тоже самое. Очень сложная система, очень много подписей и так далее. Но никак не простой покупатель, потому что у простого покупателя у меня нет табельного номера, который вот указан в этой форме. Табельного номера нет, отработанных часов нет, я вообще фрилансер, допустим. У меня нет всего такого, как я это, откуда я эту информацию достану. И еще раз мы только что с вами подтвердили тот факт, что это указание Банка России, не для потребителя. А в итоге получается, что Зара иностранный агент, а Зара это у нас иностранная организация, просто тут у нас в России ее филиалы есть. Так вот этот вот иностранный агент получает наши с вами личные данные, информацию о нас, наши паспортные данные, там адреса и так далее. И помогает им в этом наши суды, наши судьи. Ну а далее все, в принципе больше ничего такого интересного и важного в мотивированном решении судьи нет. Совсем недавно, я помню, тоже публиковал ролик, ссылочка где-нибудь вот здесь, из ленты. И там то же самое. Судья установил факт нарушения прав потребителя. Говорит, да, нарушили они, даже штраф им вписала. Но все равно сделала так, чтобы наугодить как-то торгующей организации. И вот такие вот тенденции, в принципе, они у нас сейчас сохранились по всей стране. Они как бы судьи, да, говорят, что ну вот где-то что-то, да, как-то ты прав. У тебя такие требования-то в принципе есть. Но в общем тебя грубо посылают нах. На этом все. Я надеюсь, вам было интересно и познавательно. Ну а в качестве благодарности можете оставить лайк, комментарий, репост и подписку на канал. Спасибо большое. До следующей встречи. Пока.